Доклад 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 И получим показания. Это и местно распространенный процесс, нерезиктабельная опухоль, рецидивы после проведенного ранее химио-лучевого лечения, нерадикально удаленные опухоли. И на что хотелось бы обратить внимание, индукционная терапия, не неоадъювантная, как это многие говорят, а как подчеркивает Райфер Карл Айгнер, основоположник региональной химиотерапии, который, собственно, и ввел этот термин, понятие в обиход в Европе. Нужно проводить индукционную терапию для того, чтобы выбрать последующую тактику лечения. Или оперировать пациента, или проводить лучевую терапию. Естественно, что сочетание двух-трех методов является более перспективным, и методики, которые используются, вкратце, подклассе сгруппировать, объединены по двум основным ветвям. Это внутриатериальная химиотерапия и методы эмболизации и химиоэмболизации. На них подробно остановимся. История, не буду на ней подробно останавливаться, укажу, что значимость работ Давида Деккера в 1982 году не утратила свое значение до настоящего дня. И та доза, которую он описал, цисплатина в схеме ПФ, 100 мг на метр квадратный, фактически это доза цисплатина, к ней мы обратно вернулись спустя много попыток снизить, уменьшить эту дозу, увеличить красность введения препаратов. Работы Трапезникова Николая Николаевича, работы Георгия Ефимовича Островерхова и Александра Ильича Пачеса были отражены в фундаментальных монографиях. Внизу показано, какие монографии были опубликованы длительно, внутрикториальная химиотерапия и внутрикториальная химиотерапия и лечение опухоли головы шеи. В 2022 году у нас в стране вышло новое руководство по интервенционной радиологии в онкологии, практические рекомендации под редакцию Бориса Ивановича Долгушина. И вторая глава обобщает результаты работы нескольких коллективов, в том числе то, что буду я вам сейчас докладывать. Новое и старое. Как отличается паровоз, который сейчас можно встретить, развивается что на постаменте от Сапсана, так и лаборатория, в которой работает СОНС в левом и нижнем углу, отличается от современной гибридной операционной, рентгеноперационной госпитали Слоним, которая отражена в правом углу. Но суть остается прежней. Быстрая доставка и точная доставка. Поэтому в 60-е и 70-е годы, а позднее в 2000-е годы термин «таргетность» в английском языке используется в том числе для внутриартериальной терапии. Для химиотерапевтов слово «таргетный» означает специфический, молекулярный и так далее, и так далее. А «таргет», собственно говоря, цель. Поэтому целевая терапия. Но как отличается Сапсан от паровоза, так и слово «химиотерапия» отличается от понятия внутриартериальной технологии. Потому что факторы, которые необходимо учитывать, оказывают безусловное влияние на эффективность лечения. Это индивидуальная анатомия сосудов, доминантный источник кровоснабжения, возможность суперселективной катаризации сосудов, предпочтительнее является более селективная катаризация, целесообразность и возможность влияния на региональные лимфатические узлы. Далее, чисто практические советы, мануальные навыки, которые необходимы для того, чтобы проводить внутриартериальную химиотерапию. Также, как при коронографии, необходимо добиваться четкого контрастирования вручную, а не от шприца-инжектора, как это раньше. Так и здесь, необходимо вручную достигать хорошего контрастирования сосуда. При этом, целый ряд факторов остается вроде вне осмотрения интервенционного радиолога, а перерогативы химиотерапевта, хотя они должны учитываться. В первую очередь, это физиология кровообращения. Учет объемной скорости кровотока. Есть линейная скорость кровотока, есть объемная скорость кровотока. Доплер определяет чаще всего линейную скорость. А объемная скорость это сечение умножить на время, в течение которого через это сечение проходит объем жидкости. Соответственно, расчет концентрации препаратов, если цисплатин, то более безопасным является в практике введение четвертьпроцентного раствора. И при достаточно быстром введении уже достигается четырехкратное повышение концентрации. Но вместе с тем существуют и другие факторы. Важно, чтобы частота осложнений при использовании этих методов была не выше, чем при обычной ангографии. Обоснование необходимости селективного введения препаратов на модели рака гортани. Посмотрите. Вот это статья вверху, Biomedical Research, где обосновывается введение цисплатина в ветви наружной сонной артерии, либо под устье. Сколько попадает во внутреннюю сонную артерию? 63%. Почти 2 трети. А сколько попадает в отдельные ветви? В верхнюю щитовидную артерию 5%. В лицевую артерию язычную 4,3%. Остальное утекает в верхнюю челюстную артерию. Соответственно, для того, чтобы добиться эффективности лечения органа, если мы знаем источники кровоснабжения этого органа, необходимо селективная катаризация. Например, рак гортани. Вводим по схеме Деккера 100 мг патины на метр квадратный. На здоровом мужчине весом, предположим, 70 кг, ростом 1,80 м. Мы рассчитаем 170 мг цисплатина, предположим. И что же получится? В маленькие тоненькие сосудики, которые щитовидными, мы можем селективно вводить всю дозу препарата. А если мы его вводим внутри вена, то всё размешивается. А что представляет собой гортань? Ну, грубо говоря, два усечённых конуса. На картиночке показано, что в этом стаканчике это зона необходимой перфузии. По типу, как вот радиологи рассчитывают, ПВТ, всякие объёмы, так и здесь. Зона необходимой инфузии. Сколько же она составляет, этот объём? Всего-навсего около 70 кубических... 70 мл. И формально, при внутривенном введении цисплатина, если условие, что он равномерно распределяется по организму, что неверно, примерно 0,15 мг цисплатина упадёт в организм. Через 20 секунд наступает связывание с белками крови, оседание в почках, в кишечнике, связывание с нервной системой. На примере ангиографии показано, как это происходит. Если в общую сонную артерию, мы видим, что утекает всё в систему внутренней сонной. Если в устье наружной сонной артерии слабо контрастируются мелкие и тонкие ветви, всё уходит в верхнюю челюстную артерию. И вот смотрите, если, например, вводится в верхнюю щитовидную артерию, то попадает и в гортанную артерию, и прочее. Почему не надо заниматься установкой микрокатетера? Потому что инфузия проводится чаще всего при местно распространённом процессе. Часто опухоль переходит через среднюю линию, и часто имеются изменения в региональных лимфоузлах контрлатеральной стороны. Но это принцип селективности, он понятен. А вот физиология. Принцип селективный внутренней артериальной объёмно контролируемой транзиторной гипоксической инфузии. Постараюсь объяснить это дело не словами, а на картинке. Пока будет идти фильм, вы увидите, что на поверхности, на лице появляется белое пятно, которое изменяет свою конфигурацию, размеры, как звёздочка меняется, pale skin феномен. И через некоторое время вы замечаете, что изменяется окраска. Престаём вводить препарат, опять вводим препарат, 5 секунд вводим препарат, несколько секунд прекращаем вводить препарат. Что такое белое пятно? По сути, это гипоксия. Но это транзиторная гипоксия. Эта транзиторная гипоксия сопровождается очень сложными изменениями в стенках сосуда. И масса факторов опосредует после этого влияние на эффект нашей терапии. Третья методика, которая должна использоваться. Безусловно, при кровотечениях используется эмболизация. Эмболизация у таких инкурабельных, в принципе, больных является жизнеспасающей мером. Сколько раз может этот пациент умереть? Вы скажете, да он сейчас может умереть. Ну вот, контрольные цифры, 11 пациентов у нас почти 3 года жили. Медяна после 27 месяцев выживаемости у них. Посмотрите на столбики. Какие материалы используются? Всё, что необходимо. И спирали, и ПВА. И, наконец, отдельная группа. Группа эмболизации, точнее, химиоэмболизации опухолевых сосудов концентратом цисплотина. При введении концентрированного раствора платины, с левой стороны исходные ангиограммы, с правой стороны после введения концентратов платины, мы видим изменение сосудистого рисунка, что обусловлено воздействием концентрированного раствора на эндотелии сосудов, образовании микротромбов и микроэмболизации этих сосудов. Ну вот, в прошлой неделе мы провели несколько исследований, и в данном случае мы можем измерить уже перфузию и оценить изменение перфузии. Иногда на 30%, иногда на 25% изменяется перфузия. Вот в данном случае перфузия гортани. После введения концентрата платины. Но, как методики использовали за рубежом, процедура РАДПЛАД, благодаря так называемому датскому трибуналу, отошла в прошлое, в 2013 году. Почему 7 клиник в Голландии использовали эту методику? Из них только в одной больше 10 процедур, остальные 2-3 процедуры. И сделали осуждение о том, что неэффективно, нет преимущества сверхвысокое введение доз цисплотина, а эффект эскалации дозы, так называемый декодозовый эффект, объяснил Робинс из клиники Мефиса, и процедуру РАДПЛАД именно он предложил. Когда пациенту вводилось не 100 миллиграммов с интервалом 3 недели, а 150 на метр квадратный, и каждый понедельник не менее чем 4 недели. Ну, это доза убийственная, собственно говоря, 6 процентов летальности была обусловлена побочными эффектами такой терапии. Что может быть мерой безопасности? Вот что мы уяснили из методики РАДПЛАД или МультиРАДПЛАД, нужно уменьшать дозу платины, но одновременно защищать внутренние органы. То есть теосульфат натрия, если он во время процедуры идёт внутривенно, то он нейтрализует тот цисплатин, который идёт внецелевое русло, в почке, в кишечнике, и выраженность таких осложнений становится гораздо меньше. Применение внутритериальной химиотерапии в химилучевом лечении на данном метаанализе продемонстрировало, что у 1890 пациентов, включённых из 34 исследований различных стран Италии, США, Кореи, Германия, показало, что внутриартериальная химиотерапия, включённая в комплекс химилучевого лечения, обеспечивает более предпочтительные показатели выживаемости, более высокие показатели выживаемости с приемлемой частотой токсичности, даже у больных с далеко зашедшими стадиями. Наш небольшой опыт. Почему выделено зелёным цветом? Вот посмотрите, немножко уменьшается число пролеченных больных. Почему? Это административные меры, обусловленные введением работы по протоколам. Но нет протоколов, нет клинических рекомендаций. Хотя в КСГ были раньше гарантии правительства, были в этом году исключены. Ну, 2000 больных мало, это ли много, не знаю. Во всяком случае, токсичность при введении концентрированных растворов платины не превышает аналогичную при системной терапии обычной. Видите, да, с поставимой цифрой. Естественно, что лучевая терапия должна быть адекватной, 3D-конформная лучевая терапия, соответствующее планирование. Но наиболее показательно на примере лечения рака гортани. У пациента опухоль в остеонос гортани, проводится трахистомия, получаем эмфиземы и все прочие прелести. И гортани удаляется, 0 частота сохранения. Если же проводится органосохраняющее лечение, то в течение 2,5 лет 93% органосохранения. В течение 1 года выживаемость при 3 стадии рака гортани возрастает на 30%, если использовать внутриартериальные методы лечения. В частности, в данном случае, внутриартериальные инфузии по схеме ПФ. Заметим, что от других заболеваний также меньше пациентов умерло. Почему? Потому что выявляются ранние повреждения лучевые, о которых не говорили радиологи. И когда мы их выявляем, мы проводим стентирование сонных артерий, либо направляем на каротидную и эрграционную эндертаркотерапию. Какие показатели выживаемости? При использовании внутриартериальной химиотерапии в комплексе химиолочевого лечения при раке гортани 3 стадии достигается 76% 5-летней безрецидивной выживаемости. Это почти в 2 раза выше, чем при использовании всех других методов. Результаты. Более 5 лет опухоль есть, с правой стороны опухоли нет. Аналогично использование внутривенной, сравниваемую методику с внутриартериальной химиотерапией при лечении рака ротоглотки. 100% полный ответ, эта цифра достаточно смущает нас, потому что в медицине не бывает 100%. Когда мы стали анализировать результаты, обнаружили, что оказывается у всех этих пациентов имеется P16-позитивный статус. Поэтому, если у пациента имеется P16-позитивный статус, а при этом критерий N2, раньше этих пациентов относили сразу 4 стадия, теперь это 2 стадия. И, соответственно, лечатся они гораздо легче. Кривые выживаемости. До сих пор живут нецензорируемые данные. Почему? До сих пор живут пациенты. Медиана не достигнута. 7 лет и более живут пациенты. А все пациенты, которых традиционным методом лечили, они уже почили в ВОЗе. Непосредственно быстрый эффект при лечении рака языка. Локализация влияет? Безусловно. Наиболее неблагоприятный ответ и прогнозы при поражении языка. Естественно, необходимо комбинированное лечение. Нужен подход мультидисциплинарный. Но индукционная терапия, проводенная на первом этапе, позволяет по-другому спланировать объем оперативного лечения или лучевой терапии. Какая двухлетняя выживаемость, если используется различная методика нотарио-альтериальной химиотерапии и лучевой терапии? Или обычная? Мы видим, что разница достаточно существенная. 37,5% и 85,5% разницы выживаемости. Используется твердая частица ПВА при кровотечении. Была в 2017 году работа защищена. Диссертация специально по изучению возможности эмболизации. У пациентов, у которых имеется кровотечение, проведение эмболизации ветвей наружной сонной артерии позволяет в последующем проводить этим пациентам полноценное лечение. А если проводится локальное лечение, то показатели выживаемости, вне зависимости от того, была эмболизация или химиотерапия, они выше, чем при использовании стандартной химиотерапии. Что иллюстрирует данные графики. Достоверных различий выживаемости пациента, в котором делалась только химиоэмболизация или только нотарио-альтериальная химиотерапия, вроде бы нет. Но все эти показатели, они указывают на преимущество локорегионарной терапии. Следует обратить внимание на один факт. Что те пациенты, которым проводили эмболизацию, сходно были условно инкурабельными. У них были кровотечения. И благодаря эмболизации мы смогли им провести специфическое лечение. Это не надо забывать. Возможность использования локорегионарной терапии при лечении пациентов, у которых имеются рецидивы плоскоклеточного рака после завершенного химилучевого лечения. Согласно НССН, при ЭКОК-3, Best Care Support, наши русские рекомендации, симптоматическая терапия. А если проводить редуцированными дозами цисплотина лечение у этих пациентов по схеме ПФ, но с уменьшенной дозой, то мы можем достигнуть достаточно интересных результатов. Половина из всех пациентов переживает один год. Вот 10 пациентов прожили 2 года, 2 пациента 3 года, а у одного пациента получили полный клинический ответ и безрецидивная уживаемость на протяжении уже 6-го года. Случай был опубликован нами. Подытоживая то, что было сказано, хочу сказать, что в настоящее время методы внутриартериального лечения, внутриартериальные технологии лечения не ограничиваются термином внутриартериальной химиотерапии, потому что внутриартериальное – это только путь введения. Так же, как клизмы – это тоже путь введения. Внутримышечное – это путь введения. Есть внутриартериальные технологии, что они позволяют? Они позволяют индивидуализировать лечение, не использовать клинические рекомендации, а использовать индивидуальную терапию, персонифицированную, к чему повернулся весь Запад, и что забываем мы в своей отечественной школе. Второе – таргетность доставки, потому что целевая доставка препарата – это синоним таргетности. Комбинированное лечение – возможность повышения эффекта в результате использования технологий, которые интерпорированы в весь комплекс мультимодального лечения пациента с опухолями головы и шеи. И, наконец, изменение критериев инкурабельности. Те, кого мы считали раньше инкурабельными, условно, они могут получать специфическое лечение. И особенно пациенты, ослабленные пожилыми скоротечениями. Благодарю за внимание. Продолжение следует...